ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришла Анна Мажник, которая, собственно, стала инициатором этой беседы. Анечка, расскажи, пожалуйста. У меня такая проблема. У меня два года уже нет серьезных отношений. Ну, так как у меня очень много работы, и бывает такое, что по выходным работаю очень часто, времени куда-то выходить в свет у меня просто нет. Только домой ночью в подушку и все. Ну, и девчонки говорят, давай попробуешь сайт знакомства. Очень это распространенно, интересно. Давай попробуем. Ну, я вот, если честно, немного переживаю, потому что столько историй, столько мошенников, что не знаю. Слева сторонники знакомства в интернете. Справа те, кто считают, что это может привести к неприятным последствиям и даже трагедии в личной жизни. Я считаю, что сайт знакомства не только для людей, которые стесняются. Это такие новые эмоции, новые общения. И как раз я там познакомил свою половину, скажем так. Поэтому я за, потому что это тоже общение, и это такой интрига. Я полностью согласна с войной, потому что это так просто, это так классно. Ты заходишь, и подобается тебе человек, а не подобается. Ты так легко и просто можешь решить свою долю, да, в будущем. Так, общался, что-то там, что-то не так. Раз, заблокировал, и все. И все классно. А я также за знакомствах на сайтах, потому что я считаю, что свою любовь можно искать везде, где угодно. И почему бы не на сайтах или в соцсетях. Я не понимаю, чего можно бояться. И все-таки это ваша любовь, и это очень важно. И бояться того, что там может быть, ну, я вас умоляю, аферисты могут быть везде, вокруг нас. Действительно, бояться это вообще надо всегда. Всегда же и везде надо бояться, и в интернете тоже. Я, например, против абсолютно, потому что я только за живое общение, это во-первых. Во-вторых, мужчины не ценят общение, которое просто с легкостью можно сидеть дома и нажимать кнопочки и общаться с девушкой. Нужно приложить какие-то усилия, чтобы познакомиться, а не просто сидеть, нажимать на кнопочки и общаться в интернете. Дима, а ты как сюда попал? Я лично категорически против. Аня, не ходи в интернет, не ходи на сайты знакомств, потому что там обманщики и обманщицы. Ты думаешь, там один человек сидит, а там совершенно другой человек? Я тебе потом расскажу свою историю. С ума сойти, Катюша. Ну да, я тоже поделюсь своей историей, просто это не голое мнение, это конкретная история, которая произошла со мной. Прежде чем сегодняшняя встреча состоялась, я пообщалась с многими подругами своими, которые рассказали, какие опасения вызывают у них сайты знакомств. Выделала четыре группы вопроса, и мы будем таким образом нашу дискуссию и строить по четырем пунктам. После каждого вопроса в нашей дискуссии вам нужно будет проголосовать. И таким образом, посчитав баллы, которые достанутся нашим командам, мы выясним, чья точка зрения оказалась более аргументированной. А Аня сможет принять решение. Первое опасение. При встрече я разочаруюсь. Я общался два месяца с девушкой по интернету. Все-таки пошел. Она высылала красивые фотографии. Она блондинка, худенькая, высокая, молодая. Короче, то, что я люблю. И вот у меня уже было такое ощущение, что я влюбился по этому общению. Я, естественно, назначил ей встречу в реальном мире. И вот я прихожу. А это совсем другая женщина. Во-первых, она была лет на 20 старше той фотографии, которую она высылала. И килограмм на 20 она была больше. То есть, что получается? Она свои отношения со мной просто... Она просто врала, короче. Она высылала фотки 10-летней давности. Понимаешь, хвасталась, общалась. А в итоге это совершенно другая женщина. Общением-то она влюбила, получается. И потом думала, ну, авось прокатит. Так подождите, а что это за отношения, которые начинаются с вранья? Совершенно противоположная история моей подруги. Она долгое время общалась на сайте знакомств. Но они довольно-таки плотно познакомились со своим оппонентом. Она рассказывала о своих увлечениях. То есть, они стали друзьями. И вот эта их дружба способствовала тому, что они все-таки встретились. И не поверите, хотя она и не модельной внешности, но у них завязались отношения. Но она была искренняя. Она выкладывала свои настоящие фотографии и никого не обманывала. А современные сайты знакомств сразу предполагают видеообщение между собой, а не просто фотографии. То есть, вы сразу можете поочерю посмотреть, с кем вам предстоит идти на свидание. То есть, получается, что если вы зарегистрировались на сайте знакомств, то сделайте все, чтобы узнать о человеке побольше. Я сам познакомился на сайте знакомств. Но, видите, мне повезло не на обманщицу нарваться. И мы встретились, у нас даже были свидания. Нет, но в любом случае знакомство состоялось. Знакомство состоялось и меня не обманули. Это самое главное. Знакомство состоялось. Юлечка, а почему ты молчишь? С твоим парнем я познакомилась именно на сайте знакомств. Вот, пожалуйста. Дуже много анкет, которые мне написали. Я сразу отсидевала, смотрела, что я и действительно общалась с тем, кто мне действительно понравился. И вот мой парень был один из них. Я попросила у него, чтобы он мне сфотографировал свой паспорт. Я сразу в интернете загуглила. Его данные, его фамилию, его имя. И купила квартиру на его имя. Майже, майже, майже. Я порівняла фотографии, которые в реальности, которые есть в интернете. И они действительно спевпали. И я уже со спокойной душой шла на свое свидание. Все, вы видите? Ну, это сейчас твой парень настоящий? Да, сами хлопать. Я сейчас слыва. И сколько вы лет вместе? Ну, не роким, ну, майже, Рик. Ну, хорошо. Ну, это скорее исключение, конечно. Это точно единичный случай. Если столько времени тратить на то, чтобы искать фотографии и все остальное. Боже, да выйдите куда-нибудь в люди и пообщайтесь. Столько времени потратить на то, чтобы сомневшить фотографии. Что же вы, тем люди, идти по улице и со всеми подряд? И нападать на людей, да. Я предлагаю вам сейчас определиться с тем, какая из команд была более аргументированной и убедительной. Зеленый цвет, если вам показалось, что ребята более убедительны. И красные карточки, если аргументы против сайтов знакомств показались вам более убедительными. О, охонь. Вот так вот. Но красные проблески есть. Видя, давай, Кай. Практически 70% за. На сайте можно буквально стать жертвой мошенника и афериста. И это же не шуточки, это реалии нашей жизни. Насчет аферистов, я говорила, что у меня есть не голое мнение, а реальная история. Я познакомилась с парнем, я пришла с ним в ресторан. Этот человек, ну, я там прилично как бы заказывала, ну и он не стеснялся. Когда я пошла в туалет, благо у меня в этом ресторане работала знакомая бармен Света. И она говорит, ты бы так легко не уходила, потому что этот парниша с тобой не первой приходит и потом очень легко уходит. Так вот, когда я возвращалась, этот парень уже собирал манатки и хотел уходить. С твоими вещами? Да нет, со своими вещами, но в плане не заплатила. А, на халяву. Какая вероятность, что именно на сайте только такие, а из рядовой жизни встретил его на улице. Сели с ним. Слушай, ну я вам тоже расскажу историю. У меня история произошла с сестрой не так давно. Она познакомилась на сайте знаком с американцем, якобы. И они общаются. И потом... One for now, yeah. Она точно так же знает о видеообщении. Она предложила пообщаться через интернет по видеообщению. Он сказал, извини, у меня сейчас камера не работает, но мы можем послушать просто голос друг друга. И затем общение их продолжается. Он говорит, я хочу тебя познакомить со своим сыном. У меня сыну его 13 лет, но у него скоро день рождения. Ты не хотела бы выслать ему в подарок деньги? Смотрите, ребята. Что это за такая история? Это сразу все ясно. Слушайте меня. Это тут сразу все ясно. Он настолько примитивный, что люди уже просто привлекают на это. Я вас сейчас убью. Знаете, такое страшное история? Послушайте меня. Страшная история. Правдивая, настоящая. Она случилась в моем коллективе. Я раньше был главный балетмейстер в Украине. И у меня танцевала девочка. Не буду говорить, как ее зовут. Ну, понятно. И она прибегает счастливая. Дима, я познакомилась. Я влюбилась. Наконец-то. Я мечтала о таком мужчине. И я, вы знаете, я уже не смогу у вас работать. Я буду работать в офисе. Я говорю, ты что, мать, говорю. Ты же такая шикарная танцовщица. И худенькая, и красивая, и талантливая. Нет, нет. Он меня попросил. Такая любовь. Я буду при нем. Буду рядышком. Буду работать секретаршем. В итоге, ребята, она подписывала какие-то документы. Типа она директор фирмы. Все, я поняла. К чему это? Этот мужик продавал квартиры в Киеве, продал все квартиры и исчез. Подписывала документы она, его любимая женщина, моя подруга. Теперь она уже лет 10 в бегах, ребята. Боже. В бегах. Оказалось потом, что у него эти девушки, жены любимые, понимаешь, секретарши, были во всех странах. Украина, Грузия, Россия, Молдавия. Это просто аферист. Но подожди. Бедная девочка до сих пор в бегах вообще. Все правильно. Но даже если она познакомилась с ним в интернете, то афера свершилась в реальном мире. Да, это точно. Но сейчас, знаете, сколько сейчас есть ресурсов, в каких анкеты, на которые жалуются. Черные списки. Да, да, естественно. Если ты действительно, то тебе интересная людина. Зайди на этот сайт и подивись, если там действительно какой-то уровень. Я думаю, что эта людина 100% там есть. Юлечка, а любовь где? Ну, вы знаете... Ты говоришь, вышли мне, пожалуйста, к сферокопию, паспорт, зайди на сайт. Нет, подожди. Где любовь? Ну вот ты привел пример любви. Она же полюбила его. Да. И бац. Ну вот. Друзья, смотрите, это меры безопасности. Любовь, она, это следующий этап. Это ваша встреча. Это меры безопасности, которые мы делимся с вами для того, чтобы не нарваться вот как раз на таких ребят. Это не правило и не залог общения на сайтах знакомств. Это сделать так, чтобы вас не обманули. Вы говорите, камера и все такое. Очень много женщин, которые не разбираются во всех этих... Ой, а что это за кнопочка, а что это интернет скачать чешу? И им показали этот сайт знакомств. И для них это шанс построить свою личную жизнь. Вот они общаются. Я говорю о том, что нет камер. И все превращается в живое общение. Вот так вот мама моей подруги встретила тоже некого принца. Они тоже долго общались. Тоже долго общались. Для нее это было якобы спасением. Мужчина говорит, поехали отдыхать в Грузию. И вот они в дорогом отеле. Он так показывал, вот я и то. Вот пошли в этот ресторан. И здесь, и там, в этом отельном комплексе. В конечном итоге она потом проснулась, а мужчины нет. А на что это было записано? На ее счет. С другой стороны, интернет, знакомства, даже женщин за 40, могут заканчиваться очень благополучно. У нас есть пример нашей гости, которая сегодня готова поделиться своим опытом. Мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Мне достаточно сложно было с кем-то познакомиться. И я случайно попала на страничку моего уже теперешнего мужа Аркадия. Мы начали переписываться. Сначала переписывались на разные темы, потом мы друг другу понравились. И я предложила встретиться, даже несмотря на то, что мы в разных городах. На что он ответил, что на самом деле это был его первый опыт общения в интернете. И он хотел бы все-таки попробовать. То, что ему понравилось, что я сделала первый шаг. В итоге я собрала чемодан и поехала к нему. Я прошу вас, мои дорогие, сейчас снова проголосовать. Если вы считаете, что действительно велика опасность нарваться на аферистов и мошенников, именно на сайте знакомств, тогда, пожалуйста, красная карточка. Если вы считаете, что ничего страшного, этого можно избежать, зеленая. Прошу, голосуйте. Я не понимаю. Все-таки, да, все-таки эта опасность осталась. И большинство моих гостей, практически 80%, считают, что сайты знакомств – это прибежище аферистов, мошенников и бабников. Мне кажется, зрителям раздали только красные карточки. Может быть, ты бабник? Есть еще один страх, довольно распространенный, мы сейчас его обсудим. Это то, что посетители сайтов знакомств становятся социофобами. То есть это люди, которые в реальной жизни уже не способны познакомиться и построить отношения. Они нацелены только на знакомство через интернет, через сайты знакомств. И пока вы свои аргументы взвешиваете и будете сейчас их высказывать, я историю расскажу из нашей жизни. Потому что моя подруга, однажды отправившись со мной на мероприятие, где было много интересных мужчин, она была все время поглощена перепиской на сайте знакомств, где она была зарегистрирована, и у нее был знакомый уже претендент. А в это время мужчины ею интересуются, она симпатичная, хотят познакомиться. Я говорю, посмотри, вот мужчина сейчас вот прямо идет к тебе, не мешай, я сейчас вот там пишу ему. Я с ужасом поняла, что она, погрузившись в этот сайт, в это интернет-общение, она уже не может даже реального мужчину увидеть. Я вот недавно прочитал, что какой-то мужчина в Америке, он женился на мобильном телефоне. Правильно, он с ней общается с этим телефоном своим, он там ходит на другие сайты, вы поняли на какие. Не, ну это нормально, скажите. Я считаю, это ненормально, это та же история, что Надя рассказала. Все же он нашел любовь, друзья, а это изначально была наша цель. Это просто ужас. Найти любовь, Дима. Он нашел свою любовь. Это не важно, это мобильный телефон. Что тут плохого? Как я вспоминаю те времена, вспомните, когда у нас не было ни мобильных телефонов, ни биперов, когда мы ждали этого свидания, когда мы мечтали пойти в кино, мы держались за пальчики, мы ходили в кафе, цветочки, она опаздывала, а я ее ждал. Дима, Дима, а ты сейчас можешь на свидание в кино, в кофе, просто с помощью интернета, Дима. Это неинтересно. Я могу точно сказать, что люди, которые строят отношения в интернете, им потом сложно вживую общаться с людьми, встречаться и общаться. Не перебивайте. Я могу вам привести пример. У меня знакомый два года назад познакомился на сайте знакомств с девушкой. Общались они великолепно, он точно так же. Бежал домой каждый вечер, ждал от нее какого-то сообщения. У них очень было милое общение. И вот однажды она сама предложила ему встретиться. Ну, в конце концов уже. Ну, правда. И на встрече в ресторане он не знал, о чем с ней поговорить. Потому что он настолько отвык уже реально общаться, что для него это было сложно. Он сидел, и как-то у них не сложился вечер. Она при том в интернете потом ему написала. Ну, ты как бы совсем другой человек. И он задумался, что действительно он стал социофобом. Он не может общаться уже с людьми вживую. Интернет помогает мне экономить время. Он помогает мне общаться, не выходя, к примеру, не выходя с собой дома. Я иду, я общаюсь. Потому что у меня нет времени поехать куда-то там, доехать до точки, встретиться. Это существенный свит. Правда, это так ужасно. Потому что просто время меняется, Дима. Вы помните вот эти письма, которые приходили к нам домой? Где девушка или парень писали друг другу письма. К 8 марта, к 23 марта. У меня есть до сих пор на ночь. А сегодня что? Одно слово. Привет. Сейчас рождаются уже с телефона. Год, Дима. Ну что за дебилистик вообще? Нет, честно. Или я такой старпер, ну что молчите, люди? Да, Дима, ты сказал о себе правду. Ну как это? Ну это ужасно. Ничего страшного. Дима, мы живем 21 века. Ничего страшного. Слушай, Дима. Давай это так. Давай это так. Такое ощущение, что скоро жены будут роботы. Понимаешь? Роботы. Главное, чтобы ты ее любил. Или мужики будут роботы. Итак, вызывает ли общение, знакомство, развитие романов на сайтах знакомств социофобию? Проголосуйте, пожалуйста. Если вы за аргументы этой команды, красная сторона, этой зеленая. Да, да, да. То есть ваши аргументы кажутся моим гостям сегодня более убедительными. Легче познакомиться на сайте, чем в реальной жизни. Это факт. И вот это вот легче, вот это отсутствие барьера, это простота, с которой мы делаем, мне кажется, оно в целом делает все это более легкомысленным. Я думаю, что мужчины в большей степени из-за этого расслабляются. Потому что именно для мужчин было больше раньше ответственности в отношениях. Ему нужно было принести букет, ему нужно было... Ему нужно было написать письмо. А сейчас ему нужно выслать... Нажать одну кнопочку. Цветочек, поцелуйчик, пошло. Нет, нет, нет. Друзья, смотрите, у нас немного разное представление о знакомствах на сайте. На сайте мы только лишь знакомимся, дарим цветы, мы действительно вживую. Бьем настоящий кофе, а не вот этот рисуночек. Если такое отношение, это здравое отношение. А развитие отношений идет как у всех нормальных людей. Вы не думаете, что мы киборги, которые там только и живут в этом. У нас у каждого по операционной системе. Нет. В какой период вы общаетесь до встречи? Я со своим колоком. Месяц, два? Нет. Восемь лет. Мы спілкувалися десь приблизно неделю. Может, дней в пять. Десь один день. Мне нужно было для того, чтобы полностью сдалися всю информацию. На всех, где я таки могла. И тогда я даже зашла на стринку его сестры, его племянницы. И когда мы уже застрялись, я уже была подготовлена. И у меня уже были свои вопросы. То есть мы не тратили час. За неделю я буквально дозналася про него все. Но это у тебя случай исключения. Ну и правда, я очень рада, что у тебя сейчас продолжаются эти отношения. Но чаще всего, когда вы познакомились, вы же не идете на следующий день на свидание. То есть у вас потом на следующий день он... Ой, ну я сегодня после работы отправил цветочек, веселый смайлик и все. Если не хочется, чтобы встретиться на следующий день не заинтересован, все, удаляй. Потому что Гриша у нас хороший, реальный мужчина. А ведь на сайтах знакомств полным-полно бабников. И это еще одно опасение, что как раз бабники в большинстве своем и пасутся на сайтах знакомств. Поэтому давайте еще этот... Да, у меня тоже был такой горький опыт. Я очень-очень давно была зарегистрирована на сайте знакомств. Познакомилась с мужчиной. Мы начали переписываться. Он мне показался очень интересным. Какое-то время мы общались, высылали фотографии. Тоже действительно он был в реале, такой, как он есть. Я вот проверяла тоже. Мы с ним встретились. И он мне говорит, ну вот мы покушали, пошли ко мне домой. Я, ну как бы, мы как бы спешим, наверное. Он такой, нет, вот если мы сейчас не пойдем домой, не переспим, значит наша встреча закончена на этом. Я была немножко в шоке от такой реакции. И я потом поняла, что вот для этого мужчина регистрируется. Просто для интимных отношений. Если ведь тебя это не устраивает, ты скажешь ему нет, и все. И я вижу, что вы хотите высказаться. Будьте добры. Добрый день, меня зовут Ирина. Я познакомилась в интернете с мужчиной. Он был из Турции. Он мне очень понравился. Ну, я с ним согласилась встретиться, потому что он, в отличие от других, ничего не просил показывать в скайпе, не намекал никак на секс. И когда он приехал, мы провели хорошо время, пошли в ресторан, пообщались. Потом провели хорошо ночь. Вот, потом, через какое-то время мы стали общаться. Он стал рассказывать, что он был в Харькове, был в Одессе, был в Киеве. Я начала понимать, что он просто, ну, секс-турист. Ну, и у меня сложилось такое впечатление, что фактически, ну, 90% мужчин в интернете, это, ну, просто они хотят секса. И все. Ребята, закрываем этот сайт знакомств. Честно. Ну, это для развратников, это для каких-то доступных, легких, извините, девушек и плохих парней вообще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И плохих парней. Легче обмануть, не глядя в глаза человеку. И сказать, что я порядочный мужчина, будучи бабником. Легче это сделать в интернете на сайте знакомств. Моя точка зрения. Согласна. А ваша какая? Зеленая-зеленая? Зеленая. Я не разумею. 50 на 50. 50 на 50. Пришло время узнать, как, Анечка, тебе вся эта дискуссия. Какие выводы, Ань, ты для себя сделала? Ой, Надюша, не знаю. Ребята вот так красиво начали. И Юлина история, конечно, что вот она встречается уже год с молодым человеком. Но есть, конечно, у меня предостережения, вот, с какими я пришла. Ну, Аня, ты хорошая девочка. Ну, я тебе честно говорю, не ходи туда. Ты не парься, ты и так найдешь себя жениха. Ну, честно я тебе говорю. Спасибо вам огромное за ваши аргументы. Спасибо. Надеюсь, мы смогли вам помочь. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok